Ну что, мы продолжаем «Утро на Болткоме», Олег Пик Александр Шунин, и мы продолжаем также вот культурную тему. Мы вот только что буквально поговорили о фестивале «Лампа», фестивале «Общение», а сейчас окунемся в историю, историю Юрмалы, и поговорим действительно о фильме, документальный фильм, который совсем скоро, я понимаю, появится на экранах, будет доступен. Это фильм, который рассказывает историю еврейской Юрмалы, то есть о том, как, начиная с 19 века, юрмальское еврейство развивалось, и в Майоре, вот в 1939 году, открылась большая синагога. Ну и печальные действительно страницы нашей истории гласят о том, что как раз-таки в Латвии самый низкий процент выживших после Холокоста, если говорить в среднем по Европе, и вот еврейская община очень сильно пострадала в годы войны. Но в Булдуре недавно открылась новая синагога, и вот как раз-таки мы и обо всем об этом, и о фильме мы поговорим с Равином и председателем еврейской общины Юрмалы. Шимон Кутновский-Лиак с нами сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Может быть, ну сначала несколько слов действительно об истории, вот насколько глубоко уходит в историю корни еврейской общины, когда впервые появились, и как вообще, насколько широко вот Юрмала была представлена, вот если говорить на карте, может быть, российской тогда империи. Да. Если евреи здесь, в Латвии, в общем и в целом с середины XVI века, в Юрмале наверняка были тоже евреи, в основном в Дублте, но если мы говорим как-то о еврейской общине в Юрмале, это будет в основном где-то XVIII-XIX век даже, середина XIX века начинается. В Дублте есть даже Еврея, то есть еврейская улица, и до 30-х годов XIX, извините, XX века есть уже семь синагог только в Юрмале. То есть все равно, конечно, есть больше еврейские места, но летом, вот до войны, последние сто лет до войны, это было очень такое место, где евреи приходят, и очень знаменитые евреи, светские, которые писатели, и очень-очень такие интересные люди, и также и раввины великие, которые летом приезжали отдыхать. Шалом Алейхом, например, да, приезжал. Да. Кстати, тоже были здесь очень известные еврейские политики до войны, как Модехай Дубин, как наверняка Модехай Норик, который помог создать государство перед тем, как Советский Союз вступил сюда. И они тоже летом здесь были, то есть у них были здесь дома и так далее, абсолютно так. Вот эти страницы истории, они, я понимаю, возникают на экране вот этого фильма. Как пришла идея создать картину, и как она снималась, создавалась? Мы с женой, тогда был ещё только один ребёнок, кстати, жене хочу поздравить, сегодня как раз у нас 7 лет от свадьбы. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. Четыре года назад мы приехали сюда, то есть мои предки отсюда из Латвии, и когда мы приехали, уже что-то было, определённая светская община, но еврейской жизни в городе не было. И синагога не было, начиная с 1941 года. И за эти четыре года мы сделали, я думаю, достаточно какой-то подвиг с помощью людей, и очень интересных, хороших людей, которые пришли. И мы начали думать, о, это замечательно, что дальше, куда мы идём? И один из моих учителей, есть такой известный раввин, Шерки, сказал тоже, пиши какие-то хроники, это важно, может быть, тебе это неинтересно, сегодня интересно, вот через 100 лет будет интересно, как возрождается еврейская жизнь в городе. И религиозная, и культурная, и так далее. И моя жена, так как она журналист, она подумала, о, я думаю, что фильм будет хорошая идея для этого, показать прошлое, откуда мы идём, где корни находятся, понять, что был момент слома ужасного во время войны, и то возрождение, которое потихоньку-потихоньку происходит, что мы можем сделать, чтобы укрепить не просто еврейскую жизнь в Юрмале, а стать интегральной частью города, и осознать, что мы приносим добро и евреям, и всем вокруг, то есть мы полезны в общем и в целом городу и стране. Хорошо, вот это был, значит, посыл для того, чтобы снять фильм, но ведь понятно, что на съёмки фильма, особенно такого с историческими корнями, необходимо какие-то документы, хроника, то есть это для того, чтобы обратить внимание в прошлое. Абсолютно, да. Как это, вот, как вы искали кинохронику, документы? Да, у нас есть изумительный музей, еврейский музей на Сколос-6, и кто отвечает от музея, Илья Ленский, очень-очень интересный историк, который хорошо рассказывает, хорошо шарит во всём этом, и очень много работы было с ним, то есть архивы там действительно большие, и видео, и аудио, и много-много материалов, которые оттуда мы как раз исчерпали и использовали для фильма, и, кроме этого, ещё добавили много нового от того, что осталось с предыдущего и то, что есть в настоящем. Как проходили съёмки фильма, потому что в нём принимают участие очень много и людей, ну вот, из общины, еврейской общины, и много известных, кстати, людей, в частности, Эммануил Виторган. Да, Эммануил Виторган там был, и Злата, да, Хазанова, жена Геннадия Хазанова. У нас есть постоянные мероприятия и определённые праздники, и как раз в них была возможность, когда люди собираются, несмотря на то, что только-только вот от ковида мы освобождаемся, и гораздо меньше из этого ещё приходят, всё равно люди собираются и приходят, и как раз съёмки были в основном вокруг таких мероприятий, когда люди заходят к нам, потому что в основном, в целом, мы собираемся для того, чтобы поддерживать друг друга, радоваться друг с другом, быть с плечо для друг друга. И в том числе иногда это для молитвы, для какой-то религиозной или духовной связи, какие-то уроки, беседы, просто хорошая трапеза, хорошая компания. И за счёт этого получается, что действительно и интересные, и хорошие люди приходят и всегда нас окружают. И из-за этого были вот эти съёмки, мы спросили людей, друзья, поможете нам. И они пришли, поговорили. У нас по воскресеньям есть то, что можно назвать воскресеньевская школа, да, то есть школа по воскресеньям для детей, связанная с иудаизмом, с традициями, с историями и так далее. И потихоньку за несколько недель, на самом деле, были все эти съёмки, были собраны у нас в основном в общины. Мы сняли два здания, которые выжили, исторические синагоги, которые выжили. Один в Дублте, который был построен в начале 20 века. И новая майорская синагога, которая была в 1939-м открыта торжественно. Надо понять, то есть там были не только евреи, там были самые важные люди города, которые приходили действительно торжественно. Это была, скорее всего, даже последняя синагога. Новая синагога, которая была построена до начала войны, выжила два года, на самом деле. Но само здание ещё стоит, конечно, и это мы то, что снимали, потому что, на самом деле, наша цель дальше – это восстановить. Начиная с одной из этих зданий, в первую очередь в майор, это то, что мы хотим, туда мы стремимся, чтобы это не был только молильный дом и синагога. Это был культурный центр, в том числе и детский садик, и то, что называется кошерное питание и кухня, и место для мероприятий, и, конечно, место для молитвы, и разные ритуалы и так далее. То, что очень-очень не хватает в нашем городе. И в Риге тоже были определённые съёмки, например, в музей, в еврейском музее, где есть очень много, о которых мы не могли к себе взять, и, конечно, было правильно это снять. Дальше что будет с этим фильмом? Я понимаю, что сейчас он уже практически, ну, почти собран. Абсолютно, да, я уже видел версию. И смотря на то, что, слава богу, это не три часа фильм, да, то есть мы тоже думали о людей, чтобы зашло. Очень талантливо было сделано. Так хорошо, легко заходит, что даже не замечаешь, как время проходит. И это не только моё мнение, ещё разных людей, кому мы выслали посмотреть, так говорят. Мы планируем на последнее воскресенье июля. Я думаю, это такая очень значимая дата в Юрмале, когда ещё фестивали шли. Последнее воскресенье июля. Скорее всего, это будет в отеле Ли-Люпе, да, Байсамара отел в воскресенье в 5 вечера. На данный момент это дата, но уже будет подтверждение чуть-чуть позже. То есть премьера фильма, да? Да, это будет премьера, будет определённое мероприятие, какое-то вступление, будет сам фильм, то есть это будет полноценное мероприятие, да. Появится ли он где-то для свободного доступа? Потому что, ну, дело, что какое-то мероприятие, но я понимаю, что ведь его цель гораздо более широкая для того, чтобы ознакомить людей с историей. И появится ли он где-то, не знаю, на телевизионных каналах, стримингах, доступен ли он будет на DVD? Каким образом распространяться? Сейчас некоторые люди хотят его взять в определённом фестивале документального фильма. Из-за этого мы ещё ждём, потому что много раз, когда заходит что-то в фестиваль, у них есть свои ограничения. Что можно, что нельзя, когда можно, когда нельзя. Но в итоге, да, в итоге, я думаю, в ближайшее время, после премьеры, идея, чтобы на самом деле даже поставить его на наш канал на Ютьюбе, да, у меня есть канал на Ютьюбе, чтобы там он был в открытом доступе. И мы сняли фильм на русском и на английском, будут цитры, соответственно, и на латвийском, и на английском, и на иврите, то есть на нескольких языков, чтобы было доступно и понятно всем. Что касается развития именно общины, вы упомянули здание в Майоре, Дублты, сколько я помню, оно совсем заброшено, едва ли не заколочено, я имею в виду синагога. Оба, оба на самом деле в очень плохом состоянии изнутри, относительно, недавно только вернулись в еврейские руки. У нас есть тоже идеи, что мы можем и там сделать, просто надо было выбирать, с чем начинать, с чем начать, потому что ресурсы должны быть большие, это большой проект. Мы не хотим построить здание, которое потом будет еще раз посостоять пустым или как, как сказать, какой-то памятник, который еще раз разрушается. То есть мы хотим построить место, которое живое, когда место живое, оно будет продолжаться дальше. И из-за этого идея начинается в первую очередь с Майора, и он больше, и в нем есть больше возможностей, и он более центральный. И с точки зрения, если это лето, и сезон в Юрмале, в нем есть больше возможностей, что делать. Его архитектура очень-очень, как сказать, еврейская архитектура в том числе. И в Дублте, конечно, уже будет второе движение для нас, тоже в нем что-то делать. Я не думаю, что должна быть еще одна синагога и так далее, но да, это будет что-то, которое будет значимо для города. То есть у нас есть очень-очень интересные, хорошие идеи, но в первую очередь надо реализовать одно, перед тем, как мы идем к другому. Просто одновременно два здания восстановить, это, как сказать. Ну это тяжело, конечно. Означает ли это, что в скором будущем центр юрмальского еврейства переместится из синагоги в Булдуре, из Бейт-Исраэль, туда в Майоре? Я думаю, что во время сезона точно. И это интересно, что в Юрмале всегда были такие синагоги, которые были летние синагоги, большие, и как раз вот то, что в Майоре, то, что сегодня в Майоре он был постоянно, вот в Дублте, то, что мы знаем как синагога, это была их летняя синагога. Зимняя синагога просто не выжила, там другое здание сегодня стоит. Зимой это будет вопрос, то есть мы будем смотреть. У нас есть огромная благодарность, что дорогой человек, Эммануэль Гриншпун, открыл свой дом, построил там синагогу и дал возможность для восстановления общины. И из-за того, что мы будем смотреть, как все идет дальше. То, что летом те группы и все те туристы, которые приходят, и дай Бог, такой центр тоже будет выращивать количество туристов в Латвию и в Юрману, то, что называется кошерный туризм или еврейский туризм, потому что будет для него огромная база. Это точно. Из-за этого, как минимум, весь сезон будет в основном там, если мы говорим о детском саде и так далее. А по поводу этого здания, посмотрим, может, как раз зимой, сами молитвы, когда это не много людей, а несколько там, 20-30 человек, может, действительно молитвы будут в Булдуре. Мы будем это еще решать. Наверняка, это несколько лет вперед надо. У нас есть несколько лет, и посмотрим, что будет лучше для людей. Насколько Юрмала известно, остается популярной. Поколения сменяются, конечно же. Многие, кто уехал, осел в разных странах мира, прежде всего в Израиле, до сих пор помнят, знают, любят Юрмалу. По старой памяти кто-то приезжает. Вы назвали это еврейским туризмом. Каковы перспективы его поддержания и развития? Настолько молодежь, вот тех уехавших, по разным причинам, конечно же, знакома с этим городом и готова приезжать и знакомиться с историей своего народа именно в этом городе? Очень интересно, что приезжают не только поколения моих родителей, или бабушек и дедушек, а их дети, их внуки тоже. У нас есть друзья, которые стали моими друзьями, потому что они евреи, они когда-то здесь были, они сегодня живут в Германии, в Канаде, в Америке, в Израиле, из России приезжали. К сожалению, сейчас тем, что происходит с ужасной этой войной, это болит сердце, и, скорее всего, их будет меньше, кто приезжает, кто могут вообще зайти к нам. Из Украины сюда приходили. То есть, приезжают с детьми. Дети тоже здесь растут летом. То есть, они тоже проходят то, что, скорее всего, их родители проходили в своем детстве. Это уже немного иначе, конечно. Ну, уже не пионерские лагеря, а... Но лагеря есть. Сегодня в Латвии есть три еврейские лагеря. Три еврейские лагеря, которые работают. Из разных стран дети приезжают, да? И приезжают из разных стран, и тоже местные, тоже местные дети из разных стран приезжают. И как только есть такое место, сразу у разных еврейских конференций предлагается... О, ребята, вот это Юрмала, это легендарное место. Приезжайте, приходите. Кстати, из Израиля убегать от жары июль-август. Я думаю, это идеально сюда. Потому что там, может быть, зимой хорошо, но летом очень жарко. Идеальное место. Вот Юрмала. То есть, можно проводить такого же рода, как и были когда-то, фестивали, мероприятия, какие-то лекции, какие-то... Ну, массовый... Абсолютно. Уже сегодня, то есть, например, моя жена очень много, каждое лето делала определенные мероприятия, и лекции, и курсы, не только связанные с юдаизмом. То есть, например, эмоциональный интеллект для родителей. Или какие-то культурные вечера. Люди, какие-то поэзии, что-то кто-то читает. У нас есть книжный клуб, который... Кто-то посторонний от общины. Просто возможность зайти, использовать то место, которое у нас есть. И происходят разные вещи. Мы реально стараемся наполнить контентом полезным, хорошим, добрым для всех желающих. Вот для всех желающих. Здесь насколько действительно еврейская община открыта для того, чтобы, может быть, люди, которые частично, может быть, имеют отношения, кто-то из родственников евреи, может быть, даже абсолютно не имеющие отношения к евреям, могут ли они каким-то образом посещать уже эти мероприятия? Насколько это будет интегрировано в культурную жизнь? На Ютьюбе одно из самых популярных уроков, которые потом все уроки поднимаются на Ютьюбе для людей, это «Может ли не еврей зайти в синагогу?» Да, то есть это титул урока, и он один из самых-самых таких. Во-первых, синагога, слово «синагога» — это что? Это же греческое слово для длём собрания. И из этой точки зрения надо понять, что каждый человек может зайти. Сама Тора, наша вот книга, для тех, которые часть христианского мира, это Ветхий Завет, это книга не религии. То есть, юдоизм не религия, и сама Тора не религия, она действительно для всех. Только если Тора, например, требует от определённого народа, от народа, которым мы называем сегодня евреи или иудеи, определённый образ жизни религиозный, от народа мира тоже есть определённые требования, которые на самом деле любой порядочный человек их восполняет. Это быть хорошим человеком, это не убивать, чтобы не заниматься скражей. Это быть честным, чтобы была чистая семейная жизнь, чтобы были судья, и был, как сказать, справедливый суд. То есть, это определённые вещи, это требования. Из этой точки зрения любой человек из любого народа мира не должен стать евреем, или что-то принять, или менять для того, чтобы открыть эту великую мудрость. Есть место действительно для каждого из народа мира. Из этого, когда храм в Иерусалиме стоял, например, во всех своих периодах, в первых, в вторых, в других зданиях, которые мы не называем третий, но они там стояли. Да, место для народа Израиля, внутри народа Израиля, разные группы, но также была целая секция для нееврей, которые могут прийти и участвовать, и даже принести жертвоприношение и так далее. Из-за этого это действительно открыто для всех. Ну и будем помнить универсальный закон, не поступая с другими так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой. Это точно. Ну что же, нам показывают, что действительно время нашей сегодняшней беседы подошло к концу, но тем не менее хочется еще раз, может быть, пригласить действительно всех ознакомиться с фильмом «Юрмала еврейская». И этот фильм, я понимаю, что будет доступен после премьеры, обязательно каким-то способом. Люди могут, кому интересно, найдите нас на Фейсбук, на Инстаграм, на Ютьюбе, то есть с любым вопросом можно нас найти. Тоже можно просто написать «Юрмала», только как «Джурмала», то есть не «Джей-Ю», «И-М», а «Джей-И-Даблю», как «Джу», как еврей. Игра слов, да, написание еврей на английском. Да, игра слов, абсолютно, «Джурмала», да, если напишите в Google, сразу нас найдете, или написать мое имя и так далее. И с любым вопросом всегда можно написать, найти. Welcome. Добро пожаловать. Шимон Кутновский, Ляк, раввины, председатель еврейской общины «Юрмала», сегодня был в наших гостях. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. И слушайте Радио Болтком.